Наносится на поверхность из контролируемого объекта фенитрат. Так на Барнаульском предприятии редукционно-охладительные установки проводят контроль качества изделия. Мы уже сразу можем увидеть несплошность в виде несплавления. А это Тимур Вахитов, выпускник Алтайского технического. С 2022 года он работает на этом предприятии и уже успел хорошо себя зарекомендовать. В рамках своей выпускной магистрской работы Тимур не просто модернизировал процесс плазменной наплавки, но и внедрил его в производство. В качестве присадочного материала до этого базовая технология подразумевала использование этого порошка. Такой порошок на предприятии использовали около 10 лет. Однако отдел сварки предприятия занялся поиском более дешевого присадочного материала, который бы обеспечивал высокую твердость. В связи с санкциями, материал, порошок наплавочный, он содержит дорогие металлы, кобальт, вольфрам. И цены на порошок импортные сильно возросли. То есть очень сильно возросли и стало очень нерентабельно производить. Такой материал нашли, а Тимур обосновал возможности его применения. Это высоколигированная хромоникелевая проволока. Такой сплав. Мы его испробовали и получили хорошие результаты. Мы на образцах свидетелях. Это обычные заготовки. Наплавляли на пробных режимах пробные валики. Шлифовали. Получали результаты. То есть исследовательская часть моей магистрской работы заключалась как раз таки в замерах твердости, проверке соответствия химического состава и металлографический анализ. Это современная проволока российского производителя – оптимальный вариант, который дешевле, чем порошок в три раза. После процесса плазменной оплавки проволокой у нас получается вот такая поверхность. Кстати, это не единственное достоинство проволоки. С санитарной точки зрения повысилась безопасность для сотрудников, так как порошок содержал вредные вещества. Да и процесс плавки теперь более быстрый и менее трудоемкий. Добавим оборудование на предприятии, модернизировали под проволоку. Тимур принимал в этом активное участие. Он очень толковый, грамотный парень. Довольно быстро все это прошло. Но, значит, склад сделал большой и мы, дай бог, уже второй год работаем по этой технологии. Получаем те же самые детали, с теми же самыми свойствами. Ну, практически в три раза дешевле. А Тимур Вахитов не останавливается на достигнутом. В планах освоить робототехнический комплекс, лазерную наплавку, использовать ее для нашей номенклатуры изделия, расширить, увеличить производительность. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.